Привет зрители, сейчас тебя ждут парфюма на октябрь. Как бы я очень хотела обозреть только один, но вдруг он закончится в октябре и мне его не хватит на октябрь, потому что смотри, я его так усиленно уюзываю. Он прям мой такой фаворит, это подарок от подписчицы цвета. Дайси Дрим от Марка Джейкобса. Тут у нас 30 миллилитров, они очень экономичные, они обалденно пахнут. Это помесь, они во-первых фиолетовые, хотя нету там аромата того, что дает фиолетовый цвет, ну запах допустим фиолетовый, оно не похоже на Эрис Нуар, хотя один-один единственный раз как-то чуть-чуть на мне оно открылось именно ноткой Эрис Нуар. Короче, оно похоже на фаберликовскую какую-то воду, я забыла как ее звать, что-то там с японским звена, Каори. На фаберликовскую Каори оно похоже, оно похоже на цветок вишни снятости фраше и вот что-то такое цветочное между цветком апельсина, цветком вишни, может быть чуть-чуть даже на роли можно откликаться. Вот то, что было в их фраше, у меня там в каких-то обзорах парфюма, где вот одно перетекает, другое, то ли АСМР, то ли просто обзор оно было, как-то вот эти четыре аромата, которые друг на друга похожи. И вот это тоже, оно как бы объединяет в себе вот эти все-таки слегка горьковато, лёгко сладкие весенние цветочки, очень крутая штука, я на себя столько выливаю. На волосы, на запястья, вот суды, чисто в воздухе, на шмотку, чтобы оно пахло хорошо. На шмотке оно так обалденно долго ещё пахнет. И в общем, оно у меня на октябрь. Закончится, наверное, в пустых баночках октября, замечательный, такой удобный, красивый флакончик, очень вкусно пахнущие духи, довольно стойкие. Но я подумала, что чё это? И у меня ещё, видимо, в сентябре было кое-что заявлено, я иногда им прыскалась. И оно стоит, правда, ну видишь, я совсем почти им не прыскалась. Это подарок от подписчицы Ксюши, она, помню, поделилась со мной тогда своей коллекцией, за что ей спасибо. Это и фрашели Митка, новогодняя коллекция, карамельное яблоко, давно уже такая конкретная снятость. У меня была карамельная груша, тоже от Ксюши. Она мне очень нравилась, но она закончилась. Наверное, помнишь, что её практически с весны, наверное, до лета юзала. Практически всё, вот только её. Ну, в смысле, только ту. А потом перешла вот внезапно, получив посылку от света на эти духи. И вот карамельное яблоко, немножко древесиной такое даёт, чем-то таким сладеньким. И яблоком тоже отдаёт, очень вкусное, классное. И мне кажется, оно такое универсальное, оно летом шло и зимой, наверное, пойдёт. Но сейчас, правда, осень, но в смысле и на холод, и на тепло идёт очень хорошая штука. А ещё я думаю, блин, у меня такая баррикада, там есть этих духов. Но у меня сначала стоит там какая-то мыльная основа, мыльная основа, ещё что-то какая-то хренатень. Потом за ним уже стоит вот эти все духи. Я так руку сунула, думаю, что попадётся на ощупь. То я возьму вот это, значит, ныроли, что-то не хочу ныроли. Это, значит, там какой-то Эйвен, тоже не хочу Эйвен, там какой-то Фаберлик, не хочу Фаберлик. И так, думаю, что это такое интересное знакомое. Достала и прям рука понимала то, что мне хочется. Это у нас мой любимый свой эликсир Буассенсуэля от Ифраше, который сочетает в себе лично для меня ариснуар, чёрную ваниль и сам эликсир. Сам эликсир для меня всегда пах пластилином, но внезапно я им как-то прониклась. И, в общем, я помню, у меня от Ифраше, он всегда приходил в подарок, я его раздавливала, ревала всем этот маленький такой флангончик 5 мл, и туалетную воду, и парфюмерную. И вот бабушке стабильно у моей был вот этот свой эликсир, он так пах пластилином. Каким-то там родственникам родственников, каким-то там друзьям, кто пришёл, забрал сам по себе. Ну, короче, в общем, этот свой эликсир уходил здесь. Внезапно я открыла за себя свой эликсир Буатсонсуэль. Ещё фиолетовый у меня просто выворачивало. Потом как-то он мне понравился, мне ещё подарили свой эликсир, какой-то там фиолетовый, пюрпл, кажется. И, в общем, вот этот, я помню, регулярно покупала, даже не знаю, выпускают ли его ещё и в Ифраше, потому что года три не делала, заказа там не была, и у меня, наверное, аккаунт-то уже нет, и тем более карты. В Ярике-то я не была с 19-го года, с тех времён, соответственно, я не покупала. Но этот мне очень нравится. Он стойкий. Вот сейчас его открыла, он таким унисексовым ароматом, мягким, отдаёт. Он классный. Он на холодное время года, мне кажется. Хотя, кажется, я его иногда и летом юзала. Короче, он очень мне нравится. Я поняла, что вот они втроём созданы быть в октябре. Но юзать-то я сначала буду вот этот лёгкий фиолетовый. Марка Джейкобса я сначала заюзаю, а потом уже кого-то из них. Может быть, там, день вот такой, день другой. В общем, вот такой у меня малюсенький обзор парфюмов. Снова их как бы мало. Ну, я когда-то шла чисто в угоду некоторым зрителям, которые любят смотреть вот эти обзоры парфюмов. Когда у меня было чуть ли не 14 парфюмов, считай, по каждой, ну, если в месяц, в среднем 30 дней, на каждые по 2 дня. Но я крайне редко какими-то из них пользовалась. В основном, я там 2-3 только аромата. И в итоге вот как-то пришла к тому, что у меня стабильно так вот 3, ну, максимум 5. 3, ну, максимум 5. В идеале, в итоге, я юзаю только один. Всем спасибо за просмотр. Если кто-то чем-то подобным пользуется, вот, допустим, октябре или осенью, или вообще, чем вы там пользуетесь, чем вы собираетесь пользоваться в октябре, дайте знать комменты. Я вам поставлю сердечки. А если будет возможность, то я отвечу в комменты. Если будет нужда ответить в комменты. Всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.